Здравствуйте, дорогие мои зрители! С вами Любовь Овчинникова, хозяйка этого канала. Я вас всех приветствую. У нас сегодня посиделки, и мы, как всегда, поговорим о жизни. Я зачитаю письмо, которое прислала мне моя подписчица. Подобных писем много. И в связи с этим хочу порассуждать, высказать своё мнение по вопросу, которое, на мой взгляд, касается практически всех. И в то же время я хочу услышать ваше мнение по этому вопросу, поэтому приглашаю к разговору. История письма такова. Раз в неделю в телеграм-канале я провожу прямые эфиры. И всегда прошу, туда заходит много женщин, 50-100 человек, иногда больше. И я всегда прошу девочки, пожалуйста, откройте окошечко, ну, покажитесь, пожалуйста. Мне очень интересно, кто мои подписчики. Давайте познакомимся. Чем вы занимаетесь? Потому что, ну, я не вижу вас. Мне же приятно разговаривать с людьми. И если отвечаю на вопросы, то кто этот человек? Кому я отвечаю? Ну, к сожалению, вот уже, ну, наверное, с полгода провожу эти прямые эфиры. А окошечки открывают, то есть на камеру нажимают, ну, примерно 2-3 человека. И то одни и те же. Остальные так и не откликаются. Хотя смотрят, слушают. Поэтому я так и не всех своих подписчиков знаю. Хотя со многими уже дружу. Но и те знают, что я всегда разговариваю по видеосвязи. Так вот, пишет Татьяна. «Любовь Николаевна, вот вы говорите, открывать окошко, показывать свое лицо, аватарку. Я пробовала. Кругом одни завистники, косые взгляды. Как будто голая порой иду по улице. Пересуды, чтобы не надел, все плохо. Вот и скрываешься. Дома надену платье, серьги, Похожу, полюбуюсь сама собой, Сниму, снова серенькое, незаметное, Выхожу на улицу. Понимаю, что плохо. И надоело. Сама себе надоело. От своего образа. Одно и то же. Хочется изменений, а смелости нет. Вот такое письмо печальное. Ну, мы не будем его сильно комментировать, Но я хочу поговорить сегодня о зависти. Зависти. Вот так хочется сказать прямо. Не просто зависти, а именно вот так. Зависть. Потому что по-другому Это слово произнести просто невозможно. И попробую порассуждать, Как учитель с таким большим опытом работы с детьми от 0 до 18 лет, И со взрослыми всех возрастов, Я попробую поискать, так сказать, откуда ноги растут, вот этого, этой эмоции. У меня, кстати, есть видео, которое называется «Самые разрушительные эмоции». И вот зависть, это входит в тройку, так сказать, в топ самых разрушительных эмоций, Которые влияют, которые влияют, колоссально влияют на здоровье человека. И я периодически даю некоторым людям, чтобы не вступать в дискуссии, я просто отправляю ссылку на это видео, чтобы они посмотрели. Ну, не знаю, смотрят или не смотрят, но я отправляю добросовестно, что люди, вам же невыгодно, вам же невыгодно завидовать. Вы понимаете, это же саморазрушительная эмоция, самая сильная. Там, кстати, доктор выступает, он говорит, что причина многих заболеваний именно вот зависть называет. И если даже меня не слушают, то прислушиваться, может, к доктору прислушаются, ну, не знаю, может быть, и прислушались. Но хочу вам сказать, дорогие друзья, что я вообще люблю проводить всякие эксперименты, да, исследования, так сказать. И вот, ну, поскольку много людей вокруг эксперименты такие мне удобно проводить, ну, я не говорю результаты порой, но сама себе какие-то заметки делаю. Так вот, я считаю, что 99,9% людей, завистников я имею в виду, они никогда не признаются, что они завидуют. Они не считают, что они завидуют. Поэтому, как правило, разговаривать с ними на эту тему невозможно. Они будут всё отрицать. Если даже им в лицо скажешь, что ты же завидуешь или не завидуй, они скажут, да, я не завидую. И я провела эксперимент, я сказала одному человеку, ты же завидуешь. Вот набралась смелости и сказала, ты завидуешь. Я? Нет, говорит, я не завидую. Я говорю, ну, мне-то всё равно. Вот мне всё равно. Ты сама себе признайся, что ты завидуешь. Просто сядь и скажи, что да, я завидую. И мне плохо от этого. Постарайся избавиться от этого качества. Ты можешь мне не говорить и даже не обещать. Просто сама себе признайся, что это зависть. И она тебя разъедает. Ну, вот дальнейшее я не могу сказать. Но признаться, человек категорически отказывается. У меня есть видео. Я сейчас скажу, как избавиться от этого качества. И от этого, и от других качеств. Очень быстро скажу, потому что хочется много сегодня вам сказать. Так вот, у меня на моём пути был только один человек. Один человек. Это мой ученик, молодой человек. Не буду говорить его имя. Мы сидели с ним в кафе, разговаривали и попытались выяснить причину его неудач. В финансовой в основном сфере. И я стала задавать ему вопросы. Ну, вы знаете, что много учеников, они мне доверяют. Я их очень люблю. И мы с ними говорим всегда очень откровенно. И, ну, в общем, вот как-то так. И я у него спрашиваю, послушай, а ты завидуешь? И он посидел, немножко покраснил и говорит, да, я завидую. Я говорю, кому ты завидуешь? Он говорит, вот в спорте, говорит, например, кто-нибудь ведёт мяч в баскетбол. Говорит, забьёт. Вот я пройду мимо сетки, а он забьёт. И у меня, говорит, в душе, говорит, что-то такое, что он сделал это первой, сделал лучше меня. У него получилось, а у меня нет. И когда он в следующий раз кидает этот мяч, я в душе хочу, чтобы он промахнулся. И вот он сам признал, что это зависть, что он говорит, я не подхожу к нему и не жму ему руку и не говорю, какой ты молодец. А у меня, вот, ну вы понимаете, о чём я, да, то есть у него нет желания подойти. Даже, говорит, если я подойду, то и пожму ему руку, то это будет неискренне. Я говорю, ты знаешь, ты просто вообще герой, потому что ты признался сам себе, что у тебя есть это, это эмоция, это чувство, зависть. Это самое лучшее, что ты мог сделать вообще на пороге, так сказать, своего 25-летия. Ты признал это и смог сказать это человеку, вот мне, да, своему учителю, который не обладает этим качеством. Слава тебе, Господи. И ты признался это, это здорово, это первый шаг к тому, ты хочешь от этого качества избавиться? Он говорит, очень хочу. И тогда мы начали с ним работать над тем, как избавиться от этого качества, потому что он признался и в том, что это мешает ему жить. Он мучается от этого. Но самое главное, он признал, что в нём это качество, это эмоция, это чувство есть. И это было замечательно. Я так порадовалась за него, за то, что он признал и признался. Но это могут только сильные люди. 99% не признают, что у них есть. И они изводят сами себя. Как, знаете, я слушала недавно очень умного человека, и он сказал, что зависть – это интеллектуальная и физическая потенция. Вот, мне кажется, лучше не скажешь. И поэтому, если в лицо человеку сказать, ты интеллектуальный и физический патент, 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 то я не думаю, что он обрадуется. Поэтому, наверное, что вот эти все отрицательные эпитеты, которые можно применить к завистникам, они вообще, они противные, они отвратительные, они унизительные. И не каждый готов их к себе применить. А те, которые применили и признали это, они хотят срочно это сбросить с себя, избавиться от этого и начинают над собой работать. Так вот, кто хочет быть интеллектуальным, физическим патентом? Зависть – это предательство самого себя. Кто хочет быть предателем самого себя? Потому что их разъедает, их разъедает изнутри, изразъедает вот это чувство, что все вокруг лучше него. Или кто-то лучше него. Вообще, я мечтаю, чтобы кто-то лучше меня был. А некоторых это разъедает, что кто-то лучше него. Завидовать невыгодно, потому что это в ущерб себе. Ну как это не признать, что в ущерб себе завидовать? Как он сказал, этот очень умный человек, уж не буду рекламу делать, это непутевые, бесцельные люди. Почему непутевые? Потому что у них пути нету, у них цели нету. У них, может быть, она и есть, но она недостижима, потому что их съедает зависть. Так вот, это непутевые люди. Пути у них своего нет. Есть люди путевые, у которых есть путь свой, и они идут его достойно. А есть люди непутевые. Они не свои, они вот даже непутевые, мне кажется, те, которые в угоду завистникам, не идут своим путем, а дома этот путь проживают. А на улице идут путем, который для тех, кто, чтобы, ну, во благо завистникам, так скажем. Вот оно, ну, представляете, да, как это жить? Жил-дрожал и умирал-дрожал. Если у человека есть дух, дух, понимаете, о чем я говорю? Дух, как говорится, упал духом и проиграл. Так вот, если у человека есть дух, у него зависти нет. А если у человека нет духа, то он будет завидовать. И вот, знаете, как говорят, стоит перед тобой кусок мяса, у него духа нет. А если у человека нет духа, то это просто кусок мяса и набор костей, такой суповой набор, как бы это ни звучало. Потому что другого сложно подобрать к завистникам. У них духа нет. Это кусок мяса. По-другому я не скажу. И если он это не признает, что он завидует и не работает над собой, то он так и останется куском мяса. Он будет хлопать в ладошки, когда будет тонуть корабль. Или, ну, знаете, ему хорошо, когда кому-то плохо. Как можно назвать этого человека? Это, так их много, они повсюду, эти люди. Представляете, как им трудно живётся, как они страдают от того, что кому-то хорошо. Как можно так жить? Вот, друзья, такая вот у меня тирада выдалась не очень лицеприятная в отношении завистников. Поэтому, если вы иногда вот эти в себе замечаете, какие-то начала или такие завистливые нотки, сразу избавляйтесь от этого. А главное, признайтесь сами себе, что у вас есть это чувство, эта эмоция, зависть. Посмотрите, я сделаю ссылочку на это видео, самые разрушительные эмоции. Я сейчас один только способ скажу, есть как избавиться. Можно, надо помочь этим людям, если они хотят. Если они не хотят, не признают, так вы что, вот тут никак не поможешь. Тут, знаете, какой есть выход только? Отстраниться. Не пускать их в своё поле. Избавиться от этих людей. Были несколько человек в моём поле, как только я чувствую. А их же видно. Их видно по глазам, по реакции. Раз так, пришёл в чём-нибудь новом, интересном, и сел так напротив, и наблюдаешь. И наблюдаешь. Реакция этого человека. Меняется в лице, меняются глаза, меняется интонация голоса. Это же интереснейшее наблюдать, как завистник ведёт себя при том, когда ты надел что-то другое, или как-то выглядишь по-другому, или там что-то изменилось в тебе, и сразу это видно. И вот я, помните, вам говорила, один штрих – это штрих, два штриха – это два штриха, а третий штрих – это уже вектор направления. Так я избавляюсь. Я наблюдаю, наблюдаю, как только чувствую, что человек всё завидует, как я говорю, это патология, если не хочет, не признаёт. Говорить не буду. Только могу близким, родным людям сказать это. Вот сказала, когда ты завидуешь. Нет, я не завидую. Признайся самому себе. Только близким самым людям могу сказать. Если чувствую, что человек не поймёт, не признает, просто ухожу. Молча отрезаю и ухожу. Потому что исправлять тех, кому уже там 30-40, ну 30 ещё можно, я считаю, это учениками, над ними ещё можно поработать, слепить. А вот старше, ну, смысла нет. Если он антенн нет, антенн нет, приёмника нет для приёма информации, бесполезно. Только уйти. Потому что, ну, это, ну, фу, противно. Противно. Я уже говорила, духа нет, сидит или стоит перед тобой кусок мяса, без антенн, без приёмника. И вот у него, и о чём с ним разговаривать? Это, ну, только начнутся потом пересуды, тебя ещё и втопчут в грязь или ещё что-нибудь. И будет хорошо ему от этого. Поэтому лучше дистанцироваться. И, как правило, советуют, что вот есть люди, у них всё есть, у них всё мало. И они всё завидуют. И поэтому держитесь от таких людей подальше. берегитесь таких людей, избавляйтесь от таких людей, чтобы их не было в вашем поле. Если это ещё какой-то поддаются, какому-то, ну, совету прислушаются, тогда можно. Так вот совет. И замечательная книга «Как изменить жизнь» за несколько недель. Сейчас скажу. Доктор Джо Диспенза. Я очень часто советую. Силы подсознания. У него очень серия большая книг. Так вот, там интересно. Если человек... Я сама так избавлялась. Ну, не от зависти, а у меня другие были эмоции, которые мешали мне жить. Я человек грамотный. Я признаю, допустим, у себя... Ну, идеальных людей нет. Я признаю у себя эмоции, которые мешают мне жить. Их было две или три сейчас. Да? Не помню. Ну, там я собрала их все вместе. Я чётко признала, что эти эмоции мешают мне жить, и мне нужно от них избавиться. Я уже думала, ну, всё, избавляюсь. А оказывается, нет. Раз какая-нибудь там что-нибудь такое, да, заденет, и вот всё, начинает это там. Там начинаешь ковырять, как моя подруга говорила, включаешь говномешалку, и вот это начинается. Значит, чувствуешь, всё, не избавилась. Хорошо, проходит какое-то время, год, думаешь, ну, всё, уже забыл, уже избавилась, слава богу, мне это вообще не трогает, это мне вообще не... И вдруг раз что-нибудь, какая-нибудь песня заиграла или ещё что-нибудь, и всё, опять пошло. И думаешь, ну, сколько же можно? Это ж мешает мне жить, это же расстраивает и так далее, это же включаются какие-то разрушительные, значит, ну, кровь приливает голове и так далее, да. И вот поэтому доктору Джо Диспенза я решила избавиться. Прям вот так категорически. Я сейчас расскажу очень быстро, у меня время там заканчивается, я расскажу очень быстро, что со мной произошло. То есть вы найдёте эту книгу и постараетесь по ней. Я расскажу, что со мной произошло, как я пыталась избавиться. Это я для тех, кто хочет. Ребята, я не то, чтобы... Ну, если я поделюсь, как я избавлялась, ну, не от зависти, а от других эмоций, тоже разрушительных. Так вот, я поехала на Бали. Не обязательно, чтобы, как говорится, прийти к Богу, не обязательно ехать в Иерусалим. Ну, я просто поехала на Бали. Можно зайти дома быть, можно зайти в огород или ещё куда-нибудь. Не надо. То есть сейчас, вот, конечно, на Бали. Не надо ехать на Бали. Я тогда поехала на Бали. Сезон дождей. И пришла на берег океана, сижу, и вдруг начался дождь. Я не то, чтобы собиралась что-то сделать, но читала тогда книгу, подчёркивала, работала над собой. И вот сижу на берегу, и начался дождь. Все раз так спрятались, народу было мало. А я осталась на берегу. Я люблю, это моя стихия, ливень, дождь. Представьте, на Бали там такие ливни, там как будто из тебя из ведра поливают. И я в купальнике подошла на край. Такой обрыв большой. Я подошла на край обрыва. И ливень. Вот никого нету, все спрятались. Я подошла. Стечёт с меня вода просто вообще вот градом. И я плачу. У меня слёзы текут, потому что я искренне понимала, что эти эмоции мешают мне жить. Я признала их наличие в себе. И я плачу. И громко, у меня никто не слышит, дождь, ливень, никого нету. И я кричу, вселенная, пожалуйста. Пожалуйста, я очень хочу избавиться от этих качеств. Ну, помоги мне. Я пробовала. Я по-всякому пробовала. Но я сейчас не помню конкретно, что я говорила. Пожалуйста, помоги мне. Я искренне хочу. Услышь меня, вселенная. Ну, помоги мне. Говорила. Искренне говорила. Так вот, ну, это перед самой собой врать не будешь. Искренне говорила. И вдруг я начинаю на небе, на небе мысленно писать вот слово, слово, ну, ту эмоцию, от которой я хочу избавиться. Вам можно писать, допустим, слово «зависть». Вы прямо видите, как, ну, предположим, это что может быть? Обида, раздражение, злость, ненависть. Вот такие вот качества какие-то. Предположим, пишите «обида». Прямо вы видите эти слова, огромные слова на небе. Прямо вот, понимаете, да, вы пишите «обида». Почему-то я так начала делать. Или злость, зависть, там, вина, еще что-нибудь. Пишите «я пишу», и ливень смывает. Прямо вот вижу, как буквы тают, да, бегут. И их уносит вот, ну, течение в море, в воду. Я пишу второе слово, плачу, пишу, пишу огромными буквами. И снова раз ливень так смывает и уходит. И, ну, когда вот это написала, дождь закончился. Я так устала, я так искренне просила, я устала. Дождь закончился. Я вернулась, там, знаете, такие навесы стояли, типа грибок, зонтики. Я легла прямо на, ну, под грибком, там, не все, вымокла. Легла прямо на вот, на песок в купальнике, как была мокрая, устала. Легла и уснула. Это называется «вырубилась». Со мной это так редко. Я ничего не слышала, как ходили люди, что-то происходило. Я вырубилась просто и проснулась от того, что кто-то закрыл меня одеялом. Я, не открывая глаз, думаю, про себя думаю, надо же, кто-то закрыл меня одеялом. Я так раз рукой трогаю спину. Никакого одеяла нет. Я опять лежу, опять чувствую, что на мне лежит одеяло. Опять рукой. Ничего нет. И тут я поняла, что вот это произошло чудо. Вселенная меня услышала и подала мне знак, что она меня услышала. Она как бы закрыла меня одеялом незримым. А как раз Джо Диспензе пишет, что если вас Вселенная услышит, это я потом уже сразу так думаю, ну какое это чудо, ну какое чудо может быть. Она говорит, вы замечаете, он говорит, вы замечаете вот эти какие-то состояния. Вы должно произойти какое-то чудо, которое вы заметите, чтобы Вселенная покажет знак, что она вас услышала. И вот это чудо произошло. Вселенная подала знак, что меня услышала и меня отпустила с тех пор. Меня отпустила. Я такая счастлива. Там еще одно чудо со мной произошло, уж и не буду потом говорить какое-то, как-нибудь расскажу вам какое. Но я имею в виду, с тех пор меня отпустила. А то, что меня, то, что вас не трогает, не задевает, то вами не управляет. Запомните это. То, что вас не трогает, не задевает, вами не управляет. И вот эти эмоции разрушительные, которые мешали мне жить, они перестали мной управлять. И я вернулась в хорошем состоянии. И вот с тех пор уже прошло, наверное, лет пять, может быть, шесть. Поэтому я вам советую не обязательно так поступить. Это как-то у меня, знаете, вышло, потому что все сложилось. Дождь, ливень, все сложилось. Это может быть бумажки написать, порвать и в костер бросить. Это может быть, это придумайте какой-то свой способ. Но если вы действительно искренне хотите избавиться, я знаю, что сейчас обязательно будут комментарии, которые меня вообще трогать не будут никак. Поэтому вы можете, вот те люди, о которых я говорю, можете не стараться. И вы можете вообще даже отписаться, потому что меня не будет трогать. Но те, кто услышит меня и хочет избавиться не обязательно от зависти, а вот от чувства вины, обиды, раздражения, злости, пожалуйста, поработайте над собой, потому что это действительно мешает вам жить. Если вы не хотите, чтобы вы были интеллектуальным и финансовым патентом, чтобы вы не были непутёвым, бесцельным человеком, поработайте, не завидуйте. Я ещё хочу сказать, пообещала и не сказала. Это чувство, оно формируется в детстве. Я наблюдала, как оно зарождается. Я присутствовала при зарождении этого чувства у детей. Я сейчас расскажу. Ну, я работала с детьми от 0 до 18 лет. И последние 7 лет с маленькими детками от 0 до 7 лет. В школе и готовила. Вундеркиндов из них делала. Все дети вундеркиндами рождаются. А порой мамочки родят и не знают, что с ними делать. Так вот, сидят детки 4-5 лет. Ну, допустим, я всех читать научила всё. Родители тут сидят на диванчике. Всегда проводила занятия в присутствии родителей. И вот, выходит, Петя прочитал, допустим, там 30 слов в минуту. Садись, пожалуйста. Выходит, там, Саша прочитал 40 слов в минуту. И выходит, там, Слава, который вчера прочитал 30, а сегодня 40 слов в минуту. И, а я говорю, дети, посмотрите, какой молодец, Слава. Он сегодня прочитал на 10 слов больше. Давайте ему похлопаем. Давайте, давайте порадуемся. Давайте порадуемся за него. И вы знаете, я была шокирована, когда я первый раз, потом-то они привыкли уже ко мне, а сначала, что они сидели и молчали. У них были вот такие вот глаза. Некоторые даже начинали плакать. Я сначала не понимала, а потом понимаю, что они завидуют, что похвалили его. Я хвалила всех, но его особенно похвалила, потому что у него было вот это вот движение вперёд. И я говорю, давайте порадуемся. И они так, знаете, хлопаем, детки, хлопаем, я говорю. Давайте похлопаем, порадуемся за Славика. Какой он молодец. Я и в школе это делала до 11 класса. Давайте порадуемся, давайте сделаем это. И, но потом, я всегда говорила такие слова, присутствие родителей, дети, радуйтесь успехам другого человека. И Бог, прям вот такое слово говорила, и Бог вам будет очень много давать в этой жизни. Радуйтесь успехам другого. И постепенно, постепенно лёд таял. И потом я говорила, дети, подойдите там к Наташе, обнимите её, пожмите ей и там мальчику руку, обнимите Наташу. Давайте порадуемся, какая она сегодня молодец. И потом дети подходили, обнимали, радовались. У меня есть фотографии, как дети радуются успехам другого. В группе я не удалила, детский центр-то закрыла, а группу не удалила. Фотографии на память родителям остались. И весь детки обнимают друг друга, радуются. Родители тоже сначала так, знаете, поэтому так всегда при родителях именно говорила. Дети, радуйтесь успехам другого. Я потом это говорила пятиклассникам, шестиклассникам, девятый класс. Мы всегда хлопали, когда что-то. Выступил он первый раз у кафедры на 5 минут, говорил монологическую речь. Я говорю, потом он говорит, ой, меня аж потом бросило. Я говорю, дети, давайте похлопаем. Посмотрите, он первый раз вышел к доске и говорил без бумажки. Говорил сам, посмотрите, как красиво. Говорил, все хлопали. Ух ты! Мне потом учителя говорят, с чего там хлопаешь без конца, намешаешь вести уроки. Я говорю, а когда ты орёшь на всю школу, ты не мешаешь никому вести уроки? Вот это у меня. Так лучше хлопать, чем орать на детей. Так вот, дорогие друзья, к чему я призываю? Давайте учиться радоваться успехам другого человека. Вы знаете, что у меня большая международная команда, и ко мне приходят те люди, я, наверное, притягиваю тех людей, которые не завидуют. Если они завистники, они как-то отсеиваются, отпочковываются, они уходят от меня, либо я их изолирую. Я не работаю с теми, кто не хочет, кто завистники. Я их просто удаляю. Уже есть такая, знаете, привилегия общаться с теми, с кем хочется. Так вот, я хочу общаться с теми людьми, которые умеют радоваться успехам другого человека. И мы все вместе радуемся успехам другого человека, аплодируем. Мы поднимаем дух друг друга. Потому что, я как сказала, если духа нет, духа общей радости за каждого человека, то это кусок мяса, набор костей, духа нет. Так вот, радуйтесь успехам другого человека. Подойдите, напишите, скажите ему доброе слово. Как доброе слово и кошке приятно. Потому что зависть разъедает самого человека. Это же невыгодно для самого себя завидовать. Это предательство самого себя. Зависть – это предательство самого себя. Это невыгодно. Это болезнь. Огромное количество болезней, в том числе и онкологии. Если человек завидует, он страдает. Представляете, как ему тяжело жить. Поэтому держитесь от таких людей подальше. Ну, если это ваш представитель семьи, там, друг. Ну, друг не может завидовать. Друг завидовать не может. Друг всегда радуется успехам вашим. Если вы только заметили, что друг начал завидовать, прижмите его к стенке, скажите, ты что, завидуешь? Если он скажет, нет, я не завидую, тогда, ну, поговорите, ты завидуешь. Помогите ему избавиться. Не хочет? Оставляйте такого друга. Вам не нужен такой друг, который будет только вашей энергией пользоваться. Ничего, как и лучше быть один, чем вместе с кем попало. Амар Хаям. Поэтому, друзья, я не знаю, была ли я вам полезна. Хочу... Еще оставайтесь самим собой, сохраняйте свою самость. То есть, хочется что-то надеть, надевайте. Не бойтесь взглядов других людей. Помните, на всех будешь оглядываться, башка отвалится. Собаки лают, караван идет. Поэтому сохраняем свою самость. Проходим свой путь, а не чужой путь. И пусть нам ничто и никто не помешает оставаться самими, самой собой. Или самим собой. Давайте радоваться успехам другого. Если вам это видео было полезно, если вам сегодня было интересно со мной, ну, приятно, либо неприятно, поставьте лайк или дизлайк. Напишите комментарий в поддержку канала. Ну и, конечно же, я приглашаю вас к разговору. Что вы скажете на эту тему? Всего вам доброго. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok